Итоги с главой администрации Дорогие друзья, если у вас появятся вопросы, вы сможете их задать по телефону прямого эфира 3-107-4. Еще раз напоминаю, телефон 3-107-4. Звоните и задавайте вопросы. Валерий Дмитриевич, как всегда, традиционный вопрос. Какие события вы назвали бы самыми значимыми? События сентября. Ну, знаете, сентябрь оказался очень таким многоплановым месяцем. Я думаю, он надолго запомнится всем. И холодной погодой, и дождями, и визитами. Но все-таки вот для меня сентябрь – это месяц, когда начинается новый учебный год, когда первоклассники делают первые шаги в школу, когда наши учебные заведения показывают очередные результаты. Или планируют показывать эти результаты серьезные. И вот, кстати, этот сентябрь оказался очень таким показателем. Потому что, опять же, это тоже событие, которое обсуждалось. Здесь – это вхождение 15-го лицея в рейтинг лучших 100 школ. И вот то 68-е место, которое союзом ректоров было присвоено лицею, оно не просто так делалось, а брались количество олимпиадников, количество побед, то есть количество выступлений ребят на разных мероприятиях. Но, опять же, здесь надо иметь в виду, что всю эту оценку по определенной программе делал компьютер. И в разных местах лицей 15 назывался либо просто лицей 15 города Саров, либо лицей 15 имени академика Харитона. И, соответственно, лицей 15 и лицей 15 имени академика Харитона получал свои баллы. И вот если бы сложить эти результаты, то, опять же, экспертно, но лицей номер 15 находился бы в тридцатке. То есть улучшил свои показатели в два раза. Я думаю, что на будущий период я рассчитываю, что этот проект окажется долгосрочным. И мы, и союз ректоров проведут работу над ошибками. И лицей номер 15 имени академика Харитона будет называться правильно. То есть так, как это в учредительных документах у данного лицея записано. То есть это, безусловно, очень серьезное достижение. И те показатели, которые данный лицей демонстрирует на протяжении длительного времени, ну, это заслуженно, это достойно. И не случайно, что многие ребята пытаются попасть, многие родители пытаются сделать так, чтобы их дети учились в данном лицее. Поэтому вот важное событие. Следующее, опять же, связанное с образовательным процессом, я бы тоже выделил это достижение. Это победа Олега Худякова на международном конкурсе пианистов, который проходил в Германии. И я уже неоднократно говорил о том, что Олег нестандартная личность, очень такой целеустремленный молодой человек, который очень много времени тратит на то, чтобы заниматься музыкой, то есть именно игровой практикой, плюс его жизненный настрой, вот его патриотизм, который в нем присутствует, и вот те концерты, которые проводятся, опять же, по его инициативе, в том числе в городе Сарове, говорят о том, что человек правильно воспитан. Правильно воспитан, он понимает, кто дал ему путевку в жизнь, он никак себя не отделяет от города Сарова, он всегда с гордостью про это говорит, поэтому для меня его достижения являются очень серьезными. И еще 5 лет назад, когда у Олега на нашем уровне, опять же, когда он еще учился в школе искусства, когда выступал на международных конкурсах, уже тогда мне было понятно, что у данного парня очень большое будущее. И вот то, что он сегодня своим трудолюбием показывает эти результаты, за ним никто не стоит, то есть его некому лоббировать, то есть он показывает свои результаты сам. Вот это очень важно. Поэтому вот эти события я бы отнес бы к значимым в сентябре. А что касается визитов, какие из них были важными для города? Ну, смотрите, также в сентябре было много визитов со стороны представителей депутатских корпусов законодательных собраний или Государственной Думы, или вот даже Совета Федерации. И все визиты, конечно же, значимые. Но если вернуться к началу сентября, то в Сарове прошло выездное заседание планового бюджетного комитета законодательного собрания. Приезжало несколько членов данного комитета. Данное выездное заседание возглавлял председатель комитета Шаронов Александр Георгиевич. И мне кажется, те вопросы, которые мы обсуждали, то есть наши программы, городские перспективы развития города и взаимодействия города и области, это, конечно, важно для будущего развития. Следующий визит – это визит депутата Государственной Думы Герасимова и Надежды Васильевны. Опять же, я говорил об этом. Мы с данным депутатом работаем уже не первый год. У нас уже есть положительные примеры взаимодействия. Это и льготные медикаменты, и ряд вопросов в социальной направленности, где человек очень активно подключался к решению наших проблем. И вот что очень ценно, что она воспринимает любую просьбу. И если видит, что эта просьба действительно важна для города, она относится к этой просьбе как к чему-то личному. То есть она не боится тратить время на то, чтобы пойти на прием к министру, сделать ему звонок, или организовать какую-то встречу. Вот это очень ценное качество. Поэтому на последней нашей встрече мы проговорили два вопроса, очень важных, я считаю, для города, и которые пока находятся в таком стоп-листе, я бы, наверное, назвал так. Но первый проект – это строительство инновационной школы. Несмотря на то, что у нас сделана вся необходимая подготовительная работа, то есть мы сделали проект. Проект очень интересный, проект отвечает самым последним требованиям в области образования. То есть там не просто учтены все требования к современной школе, но и дается ответ на вопрос, а что же такое сетевое взаимодействие. То есть между школой и учреждениями дополнительного образования. Вот в нашем проекте это все предусмотрено. То есть наряду с общеобразовательной школой сразу же в данном проекте предусмотрено размещение учреждений дополнительного образования. На базе этой школы. На базе этой школы. То есть уже сразу в проекте предусмотрено такие направления, как техническое, такие направления, которыми занимаются станции юных натуралистов, клубы по месту жительства, патриотическое воспитание. Вот все в одном месте запроектировано. Кроме этого, мы говорили еще о том, что сегодня Саров воспринимается как место, где очень серьезная школа физико-математическая, где очень серьезно подходят не просто к преподаванию физики и математики, но и сами педагоги проходят постоянную переподготовку. То есть сформирована целая система вот такой подготовки, и мы могли бы претендовать на место, куда могли бы приезжать ведущие преподаватели, учителя физики и математики, а может быть даже и химии, и биологии, для того, чтобы здесь вести переподготовку. То есть что бы это нам, нам для чего это нужно? Потому что эту переподготовку будут проводить, опять же, ведущие специалисты ведущих вузов страны. И вот то, что мы сегодня уже привыкли, что наших ребят в рамках физико-математических школ тренируют преподаватели, педагоги, которые являются тренерами сборных России по физике и математике, которые в своей среде являются ведущими специалистами, к этому уже привыкли. Вот теперь то же самое нужно сформировать для педагогов. И тогда у людей появляется стимул. Ну, то есть в сегодняшнем быстро меняющемся мире, если педагог стоит на месте, значит, он идет назад. Вот поэтому мы это очень серьезно понимаем, и нам бы хотелось, чтобы вот такое современное здание у нас появилось, и чтобы на базе этого здания мы могли бы реализовывать те проекты, которые уже есть, и к которым мы могли бы добавить новый проект. А их сегодня очень-очень много. А вот результат обсуждения именно инновационной школы? Результат обсуждения очень простой. Я хочу напомнить, что данный проект у нас предусмотрен в рамках мероприятий программы Саровского инновационного кластера, но финансирование таких мероприятий на сегодняшний день не ведется. К сожалению, опять же, я хочу сказать об этом. Вот, но поручение председателя правительства говорит четко о том, что все федеральные министерства и региональные министерства обязаны воспринимать мероприятия кластера как первоочередные. Поэтому мы договорились о том, что депутат Государственной Думы обратится с этим вопросом в соответствующее министерство и очень рассчитываем услышать положительный ответ. То есть наша задача, независимо от того, будет ли выделено финансирование в рамках Саровского инновационного кластера, чтобы этот объект, то есть это здание новой школы попало в целевые программы. Ну, то есть с нашей стороны, со стороны города сделана вся работа. Сделано все. Сделано все. И даже больше того. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Если у вас появились вопросы, вы можете их задать. Я напоминаю, что сегодня мы беседуем с главой администрации города Валерием Димитровым. Телефон 3-107-4. Валерий Дмитриевич, еще вопрос. Про спорт мы каждый месяц говорим. Каждый месяц наши спортсмены показывают в разных областях очень высокие результаты. Но мы тоже с вами очень часто обсуждаем то, что важны не только высокие результаты спортсменов и профессионалов, и любителей, но и перестройка сознания горожан. То есть мы часто говорим о здоровом образе жизни, о том, что все больше и больше горожан занимаются и физкультурой, и вовлекаются в массовые всевозможные виды спорта. И давно не говорили про реконструкции. Вот продолжается реконструкция стадиона Икар, и заканчиваются уже работы по строительству зала акробатики. Вот в какой все стадии? Ну, действительно, вот если опять же вспомнить несколько лет назад, когда мы собирались на общественном совете по спорту, и думали, а на что же у нас хватит ресурсов? Ну, потому что все объекты, ну, практически все объекты в городе на тот момент уже требовали либо реконструкции, либо капитального ремонта. И вот, и когда консолидировано, члены общественного совета сказали о том, что, конечно, надо в первую очередь восстанавливать стадион Икар, но опять же думали, что там это мероприятие растянется там на десяток лет. Вот реально об этом говорили, потому что понимали, что это большие вложения, большие средства. Но когда сформировали программу, и когда увидели, насколько это востребовано, даже внутри своих приоритетов, опять же, это я хочу сказать и про коллегию администрации, и про департамент по делам молодежи и спорта, и про городскую думу, потому что все программы и утверждения, финансирование проходят и на уровне городской думы. однозначно сказали о том, что, конечно, это место, которое посещают тысячи человек, тысячи, а может быть, даже десятки тысяч человек, и его надо восстанавливать. И вот, собственно, работы, исходя из этого графика, и движутся, и в следующем году мы планируем завершить вообще все работы на стадионе. Вот. Какие есть вопросы? Дело в том, что проектная документация делалась давно. И, понятно, жизнь вносит свои коррективы, появляются новые требования, появляются новые спортивные покрытия, новые подходы к установке тех же полей, спортивных площадок, и поэтому не учитывать эти новые требования нельзя. Поэтому проходит постоянно доработка проектной документации, а, соответственно, это сроки. Вот если бы этот проект, который был изначально, учитывал бы все современные требования, то и работы бы велись быстрее. А пока есть объективные задержки, но они не являются какими-то принципиальными. Вот по залу акробатики, в частности, вот говорили о том, что, ну, наверное, маловероятно, что мы успеем зал акробатики завершить в этом году. То есть очень много таких вопросов было еще буквально пару месяцев назад. Сегодня эти вопросы ушли на второй план. Понятно, что в этом году зал акробатики обязательно будет. И понятно, что и трибуны, и под трибуны, и помещения, и вот сейчас проходит очередной аукцион, то есть на продолжение работы уже с переходом на следующий год. Мне кажется, вот та работа, которая на сегодняшний день ведется, да, она с вопросами, но опять же у нас подход такой, что если уж мы делаем там площадку, если делаем футбольное поле, а здесь это требование вдвойне будет более серьезным, потому что это основное футбольное поле. Оно должно быть не просто не хуже запасного футбольного поля, оно должно быть лучше запасного футбольного поля. Ну, потому что запасное футбольное поле, оно как раз по последним стандартам было сделано. Да, но, вот я говорю, хорошо, что такая технология отработана, хотя если вспомнить, как укладывали запасное футбольное поле, помните, тоже много вопросов было, а почему вот делается так медленно, и что нельзя в день, в два, в неделю раскатать весь этот слой, который является основанием для футбольного поля. Так вот, я предлагал всем приходить на наши планерки, которые проходят еженедельно, и критиков, и сторонников. Приходите и послушайте специалистов, которые говорят, что прошел небольшой дождь, надо дать этому слою высохнуть. Или вот это финишное покрытие, которое является последним перед тем, как положить поле, чтобы вот это основание кладется только на сухую поверхность. И поэтому нельзя допустить нарушения технологии ни в коем случае. Пусть мы сделаем задержку на месяц, пусть даже на два месяца, но зато мы получаем продукт, за который не будет стыдно. Вот такой подход, и я уверен, что в следующем году все работы будут завершены. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Если у вас появились вопросы, вы можете их задать главе администрации города Валерию Дмитриевичу Димитрову. Телефон 3-107-4, а у нас в студии первый звонок. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас слушаем, здравствуйте. Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день, слушаю вас. Вопрос следующий. По поводу дороги на улице Садовой. Там эта дорога очень узкая. Планируется ли что-нибудь по поводу этой дороги? То есть будет ли она расширяться? И что конкретно, если будет это делаться, то что конкретно будет делаться? Спасибо за звонок. Ну, вообще, я думаю, что, даже не думаю, я уверен, что все, что касается дорог в 20-м, 21-м, 22-м микрорайоне, то есть по которым проходит улица Садова, и не только улица Садова, но и улица Академика Негина, и все примыкающие дороги будут вызывать вопросы, потому что сейчас идет активное жилищное строительство, и люди очень активно заселяются, и, конечно же, городской администрации нужно формировать планы на то, чтобы не просто отремонтировать основные магистральные дороги, но их капитально реконструировать, ну, в частности, улицу Садова и улицу Академика Негина. Мы на следующий год уже заводим в наши программы проектирование расширения улицы Садовой. То есть в рамках проекта будем, ну, то есть сначала мы делаем проектирование, дальше мы смотрим, как ведутся работы с застройкой этого микрорайона, потому что технология у нас была выстроена таким образом, что завершаются все основные строительные работы, после этого мы капитально ремонтируем улицу, или даже не капитально ремонтируем, а реконструируем улицу Садовую, потому что вот тот, кто часто по ней ездит, видит, что там нет неливневой канализации, там нет бордюров, а, соответственно, эту улицу нужно будет сделать по самым современным стандартам. Поэтому техническое задание мы формируем именно такое. Вот в этом году, а в следующем году начнутся проекты работы? Поэтому в следующем году, да, в следующем году начнутся проектные работы по улице Садовой. А строительство само и начало строительства будет начато тогда, когда завершатся все основные работы, связанные с многоквартирными домами. Потому что понятно, что сейчас строить новую улицу, когда ходят тяжелые грузовики, и понятно, что это очень серьезно будет влиять на состояние этой дороги, просто нецелесообразно. А перспектива окончания застройки? Ну, смотрите, мы рассчитываем, что, вот, по крайней мере, в наших планах, что начало ремонтных работ не позднее 2016 года. То есть не позднее. Поэтому мы и опережающими темпами будем делать проект. То есть задача в следующем году этот проект сделать. Дорогие друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 3-107-4. Если у вас появились вопросы, звоните, задавайте. Телефон 3-107-4. Валерий Дмитриевич, еще немного о спорте. Даже, наверное, не столько о спорте, сколько о бюджете города. Потому что недавно все детско-юношеские спортивные школы Олимпийского резерва были переведены в бюджет муниципальных образований. Ну, переданы на уровне муниципалитетов. Вот хорошо это или плохо для Сарова конкретно? Для Сарова хорошо. А вот если говорить о системе, то очень много разных мнений. Потому что непростое было решение передачи с Дюшеров на уровне муниципалитетов, на уровне региона, я подчеркну еще раз, потому что не везде такая политика была принята. И я знаю, что на уровне Российской Федерации неоднозначное мнение в отношении вот таких передач по одной простой причине. Если у муниципалитета есть средства для поддержания данных школ, то это хорошо. Но в данном случае, как по городу Сарова, мы еще не успели отвыкнуть от того, что это не наша школа. То есть мы только в начале года принимали решение о передаче ее на уровень субъекта. И вот уже в конце года принимаем решение о том, чтобы забрать ее назад. Но смотрите, какой плюс для города. Мы получаем не просто школу, мы получаем к этой школе еще и субвенции на финансирование данной школы. Которая финансируется не по общепринятым стандартам по учреждениям спорта, но там заведены дополнительные расходы и на поездки воспитанников школы Олимпийского резерва, и на группы спортивного совершенствования, куда входят не только школьники. То есть все желающие или какие-то там будут отборы? Ну какие же все желающие? Там могут быть только те ребята, которые показали результаты, которые входят в состав сборных, но тренируются в рамках данной школы. И поэтому нам раньше было очень тяжело обосновывать данные расходы. То есть это ребята, которые, скажем, еще не финансируются за счет сборных России или Нижегородской области, но которые близки к тому, чтобы попасть в эти сборные, и на которые нужны средства, конечно же, тоже на поездки. Потому что если они не будут ездить, то никаких результатов они не покажут. Поэтому вот такие средства Нижегородская область нам тоже передает. А вот что было всегда за Саровым, это содержание лыжной базы, содержание лыжни, содержание всех площадок, которые примыкают. Вот у нас на это средства есть, и мы их не уменьшали и не секвестировали. Мы понимали, что это не только лыжня для школы Олимпийского резерва, это лыжня для тысячи, десятков тысяч саровчан. Вот, и поэтому это наши расходы, которые мы не просто говорим о том, что они у нас вот есть только в этом году. Мы, безусловно, будем все мероприятия, связанные с подготовкой лыжных трасс, даже усовершенствовать. Сейчас появились новые запросы от жителей. Ну, я к примеру приведу, вот, допустим, от ветеранов есть запрос. То есть, если в прошлом году просили делать очистку трасс в летнее время от упавших деревьев, чтобы в зимнее время было комфортно по этим трассам передвигаться, я напомню, что их порядка 30 километров, трасс, которые мы готовим ежегодно, то в этом году уже появились запросы о том, чтобы, если это отдаленные участки, чтобы предусмотреть какие-то скамеечки, чтобы можно было отдохнуть, если далеко ушли на лыжах. Вот, поэтому это нормально. Это, знаете как, это усовершенствование, оно, любое усовершенствование, любое улучшение услуги, оно порождает новые требования. И вот, когда мы на своем уровне разговариваем и с директорами департаментов, и с директорами учреждений, мы говорим о том, что вам надо быть готовым к таким требованиям. Но единственное, что хотелось бы, чтобы эти требования еще бы корреспондировали, еще бы и с желанием людей что-то сделать самим. Дорогие друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 3-107-4. Сегодня у нас в гостях в прямом эфире глава администрации города Валерий Димитров. Телефон прямого эфира 3-107-4. Валерий Дмитриевич, еще вернусь к реконструкциям. С 20 по 29 сентября был перекрыт участок улицы Московской. Там проводились работы по реконструкции газопровода. И хотя улицу открыли раньше, и все были очень рады, тем не менее это перекрытие вызвало ряд неудобств. И даже, может быть, конечно, это вот показалось, да, что увеличилось количество ДТП на объездных улицах. То есть, когда люди искали другие пути объезда, и там было достаточно много ДТП. Вот почему было принято решение эти работы проводить осенью, а не летом, когда большинство в отпусках дети в школу не едут, и поток машин не такой большой, как осенью? Ну, давайте на несколько частей разделим ответ на вопрос. Ну, первое. Все-таки это ремонтные работы, связанные с усилением конструкции газопровода, который там проходит. Проходит, ну, опять же, если брать современные требования, то вот не должен там проходить газопровод. Но чтобы уменьшить, да, риск каких-то аварий, было принято решение о том, чтобы труба была проложена в соответствующей гильзе, да? Ну, то есть, чтобы устранить воздействие детонации транспорта, который сегодня по улице Московской, там и днем, уже и ночью, можно говорить об этом, проходит. И этот проект, он и обсуждался, и готовился также не один год. И решение о проведении таких работ тоже обсуждалось тоже не один год. Но, смотрите, здесь все-таки, ну, несколько моментов, да. Вот такие работы, они всегда были бы неожиданными. Что летом улицу Московскую возьмите, что осень. Конечно, летом, может быть, было бы чуть проще проводить, потому что нет школьных занятий. Но когда мы вот на чашу весов положили все вопросы, связанные с тем, что переносить на следующий год или все-таки вопросы безопасности, все-таки было принято решение, что вопросы безопасности все-таки первоочередные. И были свои объективные причины у Российского федерального ядерного центра. Я напомню, что владелец сетей, газопроводных сетей, это Российский федеральный ядерный центр. У них были свои объективные причины, почему они не сделали эти работы, не запланировали эти работы в летний промежуток времени. И все-таки мы посчитали нужным заранее обратиться и к жителям, дать информацию о том, что мы проводим такие работы. Я понимаю, что это неудобство, понимаю, что это и все объездные дороги, которые это и улица Семашка, и улица Радищева, и улица Курчатова, и Розамасская. Конечно, всем пришлось сложно, но с другой стороны, что порадовало, что тот период времени, на который эти работы были запланированы, он за этот период времени и закончился. То есть вот как говорили, так и сделали. То есть и работы велись не только в дневное время, но и в вечернее, иногда и в ночное. И мне кажется, что вот все-таки вот такой подход, единственное, что как пожелание на будущее мы, естественно, и Российскому федеральному ядерному центру, инженерным службам высказали, чтобы мы корреспондировали вот эти вот работы на будущее. Потому что вот если вы возьмете основные наши дорожные работы или все, что связано с коммуникациями вот на таких дорогах, то уже таких случаев очень мало. То есть вот мы на протяжении нескольких лет стараемся, чтобы эти все работы были завершены до 1 сентября. И вот очень такой позитивный такой пример. Вот мы в следующем году планируем капитально отремонтировать внутриквартальные территории на одном из кварталов старой части города. То есть это улица Гагарина, улица Мира. Давно жители ходатайствуют с этим вопросом. И мы вот очень тоже длительный период времени откладывали, хотя вся есть проектная документация. По одной простой причине. Три организации должны синхронизировать свои работы. То есть обеспечение РФАС в НИЭФ, их сети, Российский федеральный ядерный центр в НИЭФ, его сети, и город с благоустройством и с внутриквартальными дорогами. Вот нам удалось это сделать, и в следующем году именно в такой последовательности работы будут вестись. Мы тоже о нем будем рассказывать, я думаю, что и пригласим из СМИ, что вот это правильный подход, когда все работы синхронизированы. И когда нет такой ситуации, когда город сделал новое благоустройство или капитально отремонтировал дороги, а на следующий год энергоуправление ремонтирует свои сети. Я как позитивный момент отмечаю, что мы вышли на этот уровень, когда мы все свои планы состыковываем. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Я напоминаю, что сегодня мы беседуем с главой администрации города Валерием Димитровым. Если у вас появились вопросы, вы можете их задать. Телефон прямого эфира 3-107-4. Еще один очень важный, это незначимые события сентября, но очень важный для города проект. Хотелось бы обсудить, этот проект реализует предприятие телерадиовещания, видеонаблюдение в городе. По вашему мнению, те камеры, которые уже работают на перекрестках города, на несанкционированных свалках, дают они свой какой-то положительный эффект, результаты видны сейчас? Не просто дают, а еще какой результат дают. Вот с установкой камер, и вот вы правильно затронули тему несанкционированного сброса мусора, вот практика показывает, что после того, как появляется камера, полностью ликвидируются нарушители. То есть получается, что все-таки жители города Сарова законопослушные, и если понимают, что есть наблюдение за этим направлением, то даже нет попыток совершить данные правонарушения. Вот хотя в первое время, конечно же, несмотря на то, что есть соответствующие информационные стенды, где написано, что ведется видеонаблюдение, конечно, первые дни, недели, в некоторых случаях месяцы, по привычке. Такие правонарушители у нас есть, задерживаются, штрафуются, причем если это машины предприятия, то штрафы в разы больше, чем штрафы для физического лица. Конечно же, информация о привлечении к ответственности очень быстро по городу расходится, и я вот могу констатировать, что там, где есть видеонаблюдение, свалки не образуются вообще. То есть это очень положительно, поэтому это такой сигнал для департамента городского хозяйства, о том, чтобы в этом направлении двигаться. И мне кажется, двигаться не только, если говорить про свалки, да, не санкционированные, но и места массового пребывания людей, то есть там, где есть камеры, то тоже практика показывает, что существенно уменьшается уровень преступности и правонарушения, существенно. То есть это нужно делать обязательно. А определены уже места массового пребывания людей? Да, места все известны, и здесь надо отметить, что в данном направлении эта работа не только городской администрации, не только департамента городского хозяйства, но и она проводилась по линии правоохранительных структур. То есть мы собирали от них заключения, где бы им хотелось видеть вот такие места под наблюдением. Это не только места, скажем, связанные со скверами, улицами, перекрестками, но и это места перед магазинами, ресторанами, кафе, ну и так далее, и так далее. То есть это целый список, там более сотни объектов. Понятно, что сразу на все объекты камеры не повесишь, тем более, что если говорить про магазины или про рестораны, то это должны будут сделать собственники. И опять же, они заинтересованы в этом, потому что если происходит правонарушение или преступление на их территории, то иногда там ущерб от этого преступления гораздо более серьезный, чем там обслуживание той же видеокамеры. Единственное, что вот здесь задача Департамента городского хозяйства будет состоять в том, чтобы, ну естественно, телерадиовещание, если в данном случае данное предприятие ведет эту работу, чтобы сделать такую правильную систему, то есть чтобы она была понятна. Так что не просто камеру повесили, там в каком-то непонятном старом исполнении, у которой слабое разрешение, то есть должны быть технические условия на камеру сформированы, там эта камера должна выполнять ряд функций, не просто, скажем, фиксировать, ну, к примеру, чтобы можно было приблизить, чтобы увидеть лицо того человека, который нарушает, или увидеть номер машины, ну и так далее, и так далее. Там очень много условий, но вот уже сейчас понятно, что вот тот пилотный проект, который реализует телерадиовещание совместно с Департаментом городского хозяйства, он показывает, что все эти вопросы разрешимы. То есть не надо говорить о каком-то глобализме, вот что там, давайте вот завешиваем все камерами, нет, давайте мы сделаем пилотный проект, посмотрим, где есть минусы, где есть плюсы, и уже, собственно, к этому проекту, уже потом, исходя из всех недочетов, исправленных недочетов, будем уже формировать полноценную систему. Вот, ну и опять же, если вернуться опять к первому вопросу, к несанкционированному сбросу мусоров, несанкционированным свалкам, то здесь, конечно же, надо иметь в виду, что и гаражно-строительные кооперативы, и садоводческие общества, и другие землепользователи должны будут, во-первых, организовать вывоз такого мусора на незакрепленных территориях, либо где индивидуальный жилищный фонд. Вот, нужно будет подумать, где установить контейнерные площадки. То есть, безусловно, надо вести работу с жителями индивидуальных домов, о том, чтобы заключался договор на вывоз мусора. Вот если это в комплексе делать, то есть, с одной стороны, санкции за сброс этого мусора, с другой стороны, создание условий для того, чтобы люди понимали, что они заключают на очень разумных условиях договор на вывоз мусора, что им удобно это делать и не получать риск штрафа в 2, в 5, в 10 тысяч рублей, чтобы вот это все работало. Ну, сегодня такое понимание есть, я думаю, что мы в этом направлении будем двигаться. Ну, это можно будет жителям и землевладельцам через ДГХ как-то, да? То есть, помогут там в департаменте городского хозяйства Да не просто помогут. Вот, смотрите, у нас уже есть ряд таких успешных примеров. Там разные могут быть способы и разные тарификации. Вот, допустим, дорожно-эксплуатационные предприятия в свое время жителям Балыкова и Тиза предлагали вывозить мусор, ну, то есть, приобретая у них пакеты. Ну, то есть, приобретая пакет, заполняя его мусором и был утвержден график вывоза. То есть, когда машина приезжает, этот пакет стоит около дома, машина забирает этот пакет. Но ничего сложного, не надо никуда его везти. То есть, в цену пакета уже заложен вывоз? Да, естественно, естественно. И это очень разумное там средство, там, вот так по памяти, там, этот пакет стоил, там, не более 100 рублей, там, в зависимости от его объема. При этом штраф за несанкционированный сброс мусора, там, от 2000 рублей. Есть разница. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Если у вас появились вопросы, вы можете их задать главе администрации города Валерию Димитрову. Телефон 3-107-4. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Валерий Дмитриевич, еще один очень важный вопрос, который сейчас обсуждается, это реорганизация детских садов. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем заключается. Ну, знаете, что сразу нужно сказать? Слово реорганизация всех пугает. Всегда. Но почему-то так вот средства массовой информации приучили людей, что если реорганизация, значит, это ухудшение. В нашем случае у нас происходит укропнение детских садов. Вот мы специально такой термин употребляем, потому что никакого сокращения персонала, никакого сокращения групп, никакого сокращения функций детских садов не происходит. Просто сегодняшнее законодательство говорит о том, что детские сады с небольшим количеством групп становятся неконкурентными. Ну, просто тот перечень, который они бы должны оказывать, они уже не могут оказывать. И те функции, которые они должны выполнять, они уже не смогут выполнять. Кроме этого, если формировать всю инфраструктуру такого малокомплектного детского сада по современным требованиям, то со следующего года, допустим, детский сад, четыре группы детских, ну, там должен быть директор, должен быть главный бухгалтер, должен быть бухгалтер-кассив. Понимаете, да? То есть это три человека. Когда мы можем такие детские сады объединить в один, и, соответственно, будет одна бухгалтерия. То есть один бухгалтер, один бухгалтер-кассив. Ну, это как самый такой понятный пример. На сегодняшний день у нас 35 детских садов. В результате укропнения юридически их останется 23. Но при этом количество детских садов не изменится. То есть просто у юридического лица, допустим, там детский сад, номер такой-то, будет находиться в управлении два или три детских сада. То есть несколько зданий. Да, несколько зданий. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Если у вас есть вопросы, вы еще можете успеть их задать. Я напоминаю, что сегодня мы беседуем с главой администрации города Валерием Дмитриевичем Димитровым. Телефон 3-107-4. Валерий Дмитриевич, еще одно значимое событие с сентября. Я думаю, что многие граждане с этим согласятся. Это начало отопительного сезона. Потому что мы уже привыкли, что в Сыровино обычно где-то 1 октября начинался. Раньше, чем в целом по области. А в этом году в сентябре начался. Вот почему было решено не дожидаться. Может быть, мы сейчас прервемся, потому что в студии звонок. Потом продолжим. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Так я только разговаривала. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте, пожалуйста, вопрос. А? Добрый день, слушаю вас. Вопрос задавайте, пожалуйста. Ну, я задаю. Валерий Дмитриевич? Да-да, слушаю вас. Валерий Дмитриевич, вы уж извините, ради бога, это Ленина, 25, 29-я квартира, Русина. Я к вам уже приходила просто раза два и уже писала и все. Валерий Дмитриевич, когда я уж перестану страдать в этой квартире? А что происходит в этой квартире? Лоз. Ну, ну, все понятно. Ну, у нас, смотрите, у нас сейчас на приемах действительно по итогам летнего дождливого, уже можно сказать так, не осеннего дождливого, а летнего дождливого периода появились вопросы. Я уже об этом говорил, о том, что что у нас именно в этом году выявились проблемы не только со скатными кровлями, но и с плоскими кровлями. И есть у нас проблемы в жилом фоне, ну, и старый жилой фонд, понятно, он будет требовать к себе повышенного внимания с каждым годом. Понятно, что там это внимание должно со стороны управляющих компаний усиливаться, поэтому здесь вот может быть не только сейчас вот жителю, который позвонил, но и всем тем, кто и у меня на приемах бывает. Хочу сказать, что мы, безусловно, этот вопрос будем смотреть в системе. Для города состояние кровель это тоже первоочередная задача. Несмотря на то, что меняется законодательство с точки зрения капитального ремонта, со следующего года формируется областной региональный фонд капитального ремонта. Мы тоже уже про это рассказывали. Департамент городского хозяйства рассказывал про это. Мы будем стараться средства, которые на сегодняшний день у нас в бюджете заложены и средства, которые есть у управляющих компаний, в первую очередь, конечно же, направлялись на решение вот таких задач. Но и здесь, опять же, нужно тоже понимание, что вот отремонтировать на сегодняшний день, скажем, те вот сейчас выявившиеся порядка 80 кровель домов будет невозможны сразу капитально. Но все необходимые работы, связанные с устранением данных протечек, с ремонтными работами, либо с компенсацией ремонтных работ уже в самих непосредственных квартирах, со стороны управляющих компаний будут сделаны. Так что касается еще отопительного сезона, потому что понятно, что все порадовались, но температура среднесуточная не 8, не минус 8 была. Ну, смотрите, два фактора сыграли свою роль. Все-таки первый фактор, да, он и по законодательству определен, что среднесуточная температура должна быть в течение 5 суток менее 8 градусов. Но когда мы проанализировали все-таки состояние с влажностью в городе, то есть эти беспрерывные непрекращающиеся дожди, то состояние и в учреждениях, и в домах ну, было не очень уже благоприятно. Поэтому с учетом прогноза, который нам давал гидромедцентр, мы увидели, что ожидается такое вот похолодание, поэтому решение было принято заблаговременно. Ну, и могу сказать, что после того, как мы это решение приняли, и уже со стороны региона тоже начались действия в эту сторону. Ну, то есть, ну, по-разному. Наши соседи включали отопление, кто-то 1 октября, там, кто-то 28-го, кто-то 26-го, так же, как и мы. вот здесь важно отметить, что в городе Сорове, как мы планировали, что в течение трех дней, мы планировали в течение трех дней, 26-го начали, 28-го закончили, все дома были подключены. У нас есть одна проблема в городе, не у муниципальных управляющих компаний, есть такой дом в улице Менделеева, 76, где управляющая компания была частная, у которой закончился договор, и на сегодняшний день жители дома не приняли решение о непосредственном управлении, договор с этой управляющей компанией расторгнут. Поэтому есть вопрос, департамент городского хозяйства сейчас за этой ситуацией тоже наблюдает, но опять же здесь надо, чтобы жители проявили активность в каком плане, что им, конечно же, надо сейчас, если у них не решен вопрос управляющей компании, либо определиться с выбором этой управляющей компании, либо принять решение о непосредственном управлении, и, соответственно, заключить договора с обеспечением РФС в НЕФ на поставку тепла непосредственно каждому. Вот в таком направлении надо двигаться. Но это же не совсем быстрый, наверное, да, вот вопрос? На самом деле, это очень быстро все можно сделать, тем более, что все службы, еще раз подчеркну, не только те, которые находятся в ведении администрации, но и обеспечение РФС в НЕФ тоже заинтересованы в том, чтобы тепло было поставлено во все дома и во все учреждения. Ну и, как всегда, заключительный традиционный вопрос, кого бы вы назвали человеком сентября? Вы знаете, ну вот так же в вопросе экспертов были победы Александра Лысенко на соревнованиях разного уровня, то есть это силовой экстрим, это новый вид спорта, по которому наши жители делают очень серьезные шаги и добиваются очень серьезных побед, и я посчитал, что все-таки достижение этого парня, который и по виду похож на богатыря, и мне кажется, он очень так хорошо олицетворяет наш город, поэтому я посчитал возможным назвать его человеком месяца. Ну что ж, мы поздравляем Александры, и эфир «Радио говорит Саров» подошел к концу, я напоминаю, что сегодня в гостях у «Радио говорит Саров» в прямом эфире был глава администрации города Валерий Дмитров. Валерий Дмитриевич, большое вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. Спасибо радиослушателям за вопросы. Эфир «Радио говорит Саров» продолжается. С вами была Юлия Ефремова. Говорит Саров